Ха-ха! Кричат, поехали! Ну сейчас посмотрим, насколько далеко они уедут. Я уже на сервере, я уже готов следить за игрой. Так. Не, сейчас-сейчас все будет. Сейчас будет битва фанатов. Просто пришел ярый фанат, я так понимаю, команды мид. Пиняешь, что-то. Пиздело. Иди, партей. Вот вода стоит. Так, что? Все зашли на сервер. Пошли у нас боевые рестарты. Ну что, друзья, смотрите, у нас вторая, может быть, решающая карта. Болельщики команды Супер Бест Фрэнс. Давайте, покричите погромче. Я вас очень сильно... Давайте, давайте. Вот Коля, похлопай. Давай, давай, давай! Не стесняемся. Вот, хорош. Так, отлично. Ну и что? Решающая, может быть, карта. Карта даст два. У нас пока что раунд режиков. Непонятно еще, кто там будет за какую сторону начинать. Ну, тут... Не знаю, сторона... Да, вроде бы считается, что атака круче. Но за диффенс тут порой тоже происходят интересные вещи. Пока что больше перспектив у команды СБФ на взятие данного раунда, который будет определять сторону. Ох! Ну что? ПВФ остался последний. Эть-эть-эть! Эх, все-таки зарезали ПВФ. Ну что ж, я так понимаю, команда МИД будет оставаться в атаке. Да, 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 да. Смотрите, пошли. Все, все, начинаем. Там похлопали друг друга. Дали пятишечку. И готовы. Все, максимально сконцентрированы ребята из СБФ. Я думаю, МИД тоже максимально сконцентрированы. Хотя вот после разговора с одним из игроков, я понял, что там максимально сконцентрировалось очень сложно. Интересно, какой будет пистолетный раунд за атаку у команды МИД. Ну вот, вот, мы сейчас видим. Если это будет то, что я думаю, то я такой раунд знаю. Нет, это не то, что я думаю. Это совсем другая тема. Достаточно перспективная. Да, да, да. Я бы сказал, олдскульная тема. Олдскульная, перспективная, да, вообще. Да, ну вот смотри, отличный прием. Минус от Джека и Глама. И сейчас вот размен 2 в 1, конечно, с одной стороны неприятно, но с другой стороны отлично. Мне кажется, что занятое Б при поставленной бомбе легко. 3 в 4 сдержать, а вот уже 4 в 2 более не очень комфортно. Да, и убили вот Яхеля, который был сзади. Очень важный был сделан минус. Флэша тоже сбривает. Остается фоллэн последний. Ну и фоллэн вешает один хэдшот. Что-то он вообще как на морозе проигнорировал этого парня. Бомба раздефузилась. Но, да, и патроны закончились. Команда Супер Бэйс Фрэндс берет первый раунд. Хорошо сыграли. В общем, пацан, который дефузил, он хладнокровно выбирал, какой же провод, синий или красный. И, в конце концов, пока война шла, он определился. Вовремя причем определился. Так, ну и что? 1-0. 1-0. И вот сейчас эко. Где тут глам? Глам уже сделал первый минус, хотя тут тоже немножечко нахватался. Но это такое дело. Отталкиваясь от своего опыта, лично вот моей команде нам очень всегда было тяжело сдержать второй раунд за контров. На дасте 2. Очень тяжело. Потому что если команда атаки делает бай, у тебя нет ни гранат, ни патронов, ни дефуза. Ну, в общем, сплошной дискомфорт по всей карте. Ты не знаешь, куда ждать атаки. Это что-то всегда нестандартное, неудобное. Тебя где-то отстреливают, наглеют. В общем, очень много команд отдает этот раунд именно. Ну, мы видели на Intel X3 Master, что происходило. Потому что там MTV, FX практически ни одного эко-раунда не отдали. То есть у них... Вот второго, именно второго эко-раунда. Я не говорю про те, которые в середине игры. Я говорю про те, которые выступают вот после, да, отданной пистолетки. А тут сейчас, может, очень интересная вообще вещь получиться. Да, ну пока серия выходов. О, Денис или Денис, не знаю. Посмотри, хэдшота. Что вообще это было? Я даже не успел его толком включить. Но чует мое сердце, что это все-таки раунд отдадут. Просто сумасшедший. 3хс на самом деле вообще просто... Там по пикселям. Как бы там должны как бы АКМ выходить и рулить всю ситуацию. А тут просто один человек и с одним деглом. И одной обоймой. Да, да. Вышел, мол, так, здрасте, здрасте. А, вот и вы еще там. И вам тоже привет передаем. У нас тут трипла. Ну, включай. Включил? Говори. Ну, не знаю. Раз. Может, где-то там выйдет. Хрен. Эх, трипла не удалась. Будет на саппорте у нас сидеть КМЗ. Ну что, пока что тут, смотрите, опять вот эта опасная серия разменов. Джек главный делает по фрагу. Вудик. Вудик нашел пацана. Вудик жаждет смерти. Ну, вот, получил. По сути... Мы только заговорили о имя. Посмотри, вообще, просто сумасшедшая хэдшота с дегла. Какая-то трехочковая залетела. Вообще, просто. Да, да, да. Это уже становится быть интересным. Я так вам скажу. Да, и вот ситуация два в два. Но бомба стоит, понятное дело. Особо идти выбивать перспектив нету. Так что сейчас главная задача это вот сохранить эти две... Два автомата с рукояткой. Это вообще, по идее, это прицел, насколько я догадываюсь. То есть там где-то есть мушка по ходу этой рукоятки. Ну, кажется, получится это сделать. Да, да, друзья, все. Два девайса засейвили ребята из SuperBestFriends. Фух, 2.1. Слушай, 2.1 это очень-очень-таки интригующе. Что такое? Я знаю, что добавлю, что на этой карте очень важно сейвить, потому что у них, ну, у них будет экономика гораздо лучше, чем если они будут просто идти и терять эти девайсы. У них как бы, ну, они смогут минимум на один-два раунда сыграть больше закупочных за сторону, чем это бывает у тех ребят, которые в таких ситуациях любят идти и думать, что они потащат сейчас. А вдруг пропрет, да. Да, вдруг пропрет. На самом деле мы посмотрели на том же Extreme Masters, что все топ-команды склоняются к такому решению, что нужно засейвить и, ну, как бы улучшить себе экономику и, ну, больше шансов будет. Да, да, согласен, согласен, опять-таки, с тобой вообще трудно не согласиться, слушай, ну, и с тобой даже не поспоришь. Я старый волк просто. Да, да, да. Такой, что и вот даже ничего плохого-таки не посоветуешь. Ну, вот пока что, пока что этот эко-раунд с двумя фамасами ничего хорошего не принес команде Super Best Friends. Вот тут Джек, конечно, отстрелил головешку, хотя, может, сейчас еще одну отстрелят. Нет, нет, не получилось. Слишком хаотичный был такой спрей. Да, он как раз со ступеньки на ступеньку просто переступал и в этот момент нажимал еще кнопку стрелять, поэтому... Да, да, сейчас становится 3-1. Ну, вообще, хладнокровно как-то держатся ребята из команды мясо. Ну, это то еще мясо, я так тебе скажу. Да, 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 такие. Ну, по сути, я думаю, игра тактик у нас будет наблюдаться вот когда начнутся очень важные раунды. ПВ отлично, хорошо. Но вот тут, я не знаю, тут, наверное, все тактики заключаются на вот этих вот выходах под моментальные флешки, на ключевые позиции типа парапета, длины и так далее. Потому что, ну, да, на топовом уровне мы свидетели того, что там очень четкие тайминговые раскиды на все возможные позиции. То есть там, хоть не знаю, можно закрыть глаза и все равно тебя флешанет. А тут совершенно другая игра. Пока что у нас 4 в 4. Да, я думаю, что мы абсолютно не увидим здесь никаких сумасшедших заходов, раскидов. Здесь будет просто борьба на точках. Кто кого переиграет им конкретно на конкретной позиции. И все, от этого будет строиться вообще вся борьба на единоборствах в данной ситуации, в данном финале. Однозначно. Опять-таки, да. И вот этот персонаж, в принципе, хорошая у него была позиция. И я уже думал, он прошил, но нет, этого не получилось. Остается у нас один игрок команды Super Best Friends. Это Джаз. Джаз у нас опасная личность. Он хорошо, очень хорошо стреляет, стоит отметить. Вот, КМЗ, что ты можешь сказать по этому поводу? То, что ты сейчас видишь. Ну, мне кажется, что Super Best Friends надо пробовать уже поугадывать как-то там точки, потому что, ну, как бы по стрельбе мид повеселее выглядит. Погромче, погромче. Не стесняйся. Да я нормальный. Все хорошо. Так, ладно. Что тут? Пока 3-1, пока Джаз. Они будут рулить на карте, если они будут угадывать направление атаки, а так пока что-то их перестреливают. Ну, вот, да, вот не получается что-то сейчас, не заладилась немного игра, но... Позиции все более-менее дефолтные, но тем не менее мид как-то поярче выглядит. Ну, вот как-то тут выход с Диглом все-таки мне до сих пор остался в моей памяти по парапету. Да, да. С теми тремя сумасшедшими Дигла-головашотами. Вот, любимая фраза у тебя. Любимая фраза. Дигла-головашот. Так это уже скоро как отдельный термин будет. Как четко только что Джаза, да, вот приняли на этих греночках. Ну, опять же, с патронов в голову и без шансов. Да, да, ну, много открытых пространств, средние и дальние расстояния, то есть тут АИМ действительно решает. На самом деле все команды, точнее представители обеих команд, частые гости на лан-ивентах в арене, поэтому с АИМом и как бы у них нет вообще никаких проблем. Все к компьютерам привыкшие и показывают максимальный уровень своей игры. Ну, да, да. Вот я не знаю, вот сейчас, я думаю, Вудис соберет своих ребят. Ну, пора бы уже на самом деле. Пора, пора уже начинать это дело. Счет 5-1. Это, конечно, еще не критично, но скоро начнутся вот эти важные-важные оружейные раунды, которые уже будет просто нельзя отдавать. Мне кажется, вот скоро это наступает уже практически сейчас. Иван так смотрит, такой, как горбы так мелькают в этой щели. Просто пропустил момент для выстрела, ну, по крайней мере, дал инфу. Личный поджим был только что. Вот у нас в Т-шке Джек сделал два фрага, Яхель его разменял, но и Глам там далеко особо не был, не растерялся, разменял еще Яхель. А, в общем, в пользу диффанса был только что у нас тут была война, Глам, он опять-таки не растерялся. Вот очень четко остановился, прицелился, убил. Все хорошо. И попал очень четко. Остается у нас последний Иван. Тут, да-да-да, все, инфа была, что, мол, парень там. Ну, в этой ситуации, мне кажется, ему главное, да и он старается просто не умереть. Ну, тут сложно не умереть. Глам вообще прошил, судя по всему. Хотя нет, нет, да, поменял он уже позицию. Из арки вышел, ставится пауза. Что-то, что-то не так. Вот, завис. Завис. Блин, завис-то нехорошо. Это не есть гуд. Ну, я думаю, сейчас… По крайней мере, пока игровая пауза, у команд есть возможность как бы и время собраться, да, и проанализировать что-то. В частности, вот команде Вудика. Я думаю, они что-то, может быть, даже поменяют после этой паузы. Ну, может быть. Такое экстра-время, в принципе, всегда идет на пользу. Хотя нет, не всегда. Бывает, вот команда поймает свою волну, вот начинает тащить, и потом такие ребята из противоположного. Мы берем тайм-аут, и все. И те не могут больше взять ни раунда. Такое тоже мы видели неоднократно. Ну, это такое дело. Я думаю, к этой игре у нас не будет. Данный факт относится. Счет, тем временем, 5-2. Да, вот только что Диффин взял свой второй раунд. Фух, пока там развисает пятый игрок. Сейчас он там запускает стимы, кс-ы. По идее, конфликт там не должен был сбиться, хотя все может быть. Надо все заново. Ну, конечно. Заново настраиваться. Все там мышки, эти акселерации, это все такое. Это все настраивается в считанные минуты. Ну, минуты в 3-4, допустим. Есть времени, в частности, у Вудика, у его команды, чтобы что-то там пошифровать новое, что-то новое попробовать. Да, мне так нравятся эти спецэффекты на паузе. Вот эти вот огненные шары, фаерболы, которые там кастуют, кастуют Диффенс. Сейчас, по крайней мере, видимо, именно это. Мне еще нравится два фаербола кастовать, когда так клацаешь, но там на две руки. Вообще, очень четко. Ну, у команды Super Best Friends я смотрю High Skill в изготовлении фаерболов. Да, да, да. Привет. Йоу. Все супер. Все отлично. Кроме зависшего человека. Ну, зависший человек сейчас разбирается. Все хорошо. Главное, чтобы там все хорошо с компом, все отлично. Бывает иногда такое происходит. Я не знаю, кстати, с чем это даже связано. Да, на самом деле, он просто как бы ему денег дали перед игрой, он специально роботнулся. Да, это все коррупция. Все коррупция. Так что, друзья, берите себе на заметку. Нет, мы все шутим, конечно же. Так, ждем. Как бы не казалось, что мы сидим далеко, но тем не менее, видно сосредоточенные лица. Особенно команды Super Best Friends, они что-то там обсуждают. Ну да, да, там Глам говорит, а ты помнишь, как я типа там зарезал на трейне? Говорит, да, да пофиг, мы же там уже проиграли. Он такой, да, ну все равно прикольно получилось. Зато мясо вот выглядит какими-то расслабленными. Причем чересчур какими-то расслабленными. Я не знаю, вот надо им небольшую такую сбучку вот сделать. Надо наказывать, надо третью карту. Я еще домой собирался вообще-то. Зачем? Ну зачем? У меня завтра экзамен, кстати, из-за которого определиться, буду я учиться или не буду я учиться. Да ладно. Забудьте. Забудьте об экзамене. Да, точно. У нас сегодня финал студенческой лиги. Если мне кто-то дал тебе 4К, еще было нормально. А когда будет зона 51 с чем-то? Ну, они и так в принципе есть. Зона 51 ведь есть? Специально для тебя мы вечером устроим зону 51 сразу после окончания. Хорошо, Коль. Так, ладно, ладно. Где? Заходит потихоньку. Заканчиваются уже у него настройки. Ну, это такое, это дело временное. Потягучки. Да, что-то я подустал немного за сегодня. Я думаю, ребята тоже должны были за сегодня немного подустать. Так, это во сколько я сегодня сюда пришел? В 10? Нет. Да, в 10? Сейчас 10. Да. И сейчас уже 10. Слушай. Всего-то ничего. Всего-то ничего. Да, время так быстро пролетело. Вроде бы казалось, только пришел. Там два матча там прокомментировал туда-сюда, посмотрел доту и все. И финал уже 10 часов вечера. На самом деле оно так всегда. Когда время хорошо проводишь, оно как бы пролетает очень быстро. Да, да, есть такая штука. Да, все, там прописываются последние уже рейты, там мин моделсы и прочая, прочая вещь. Пароли. Да, пароли. Главное пароли. Мне больше всего нравится пароль вот там на ESL. У них просто гениальные пароли, особенно на Quake Life. Вот заходишь, Quake Life, турнир ESL. Какой пароль? ESL. Вводишь, все нормально, заходит. У них были очень секретные пароли. Архи-секретные пароли. Я просто заходил, я помню, был один из турниров, я смотрел буквально на стриме. Тем временем я тебя перебью, у нас уже отжалась пауза, пошел бай. Да, да, кстати. Все, друзья, мы продолжаем. 5-2, небольшой перерыв у нас был. Ну, все нормально, все стабилизировалось. Надеюсь, больше никаких проблем не будет. Но только мне это мерцание не нравится. Но это только на плазме, насколько я понимаю. С Моником все хорошо. Вроде бы. Так, смотрим. Ну-ка, ну-ка. Вот сейчас тоже интересно, что будет делать атака. Потому что вот диффенс играет сугубо от защиты, никаких поджимов пока не наблюдается. И вот именно от действий атакующей команды зависит очень многое. Будут ли они выходить на размены, будут ли стараться отжать какие-то позиции. Либо же это будет просто масс-выход в куда-то. Ну, пока никто не спешит, как бы. Такая фатальная гренка была для ПВ просто. Куча хаэшек, флэшек. Да и... Ох, как там флэш! 6-2 минуса. Четко повторил. Еще один минус, да. Да, и вот остались тут только у нас Глам вместе с тиммейтом. Вот Глам делает один минус. Пытался упрыгнуть, но нет, не получилось. Убили последнего Айджека и Глама. Еще становится 6-2. 6-2. Что там, моя волновайся? Говорю, моя волновайся за команду SuperBestFriends. Да, я думаю, не стоит. Ну, вот КМЗ что-то знает явно. Да, я всегда все что-то знаю. Опять коррупция? Да. Так, Яхель. Первый минус за командой МИД. Куча флэшей там на длину поприлекала. Ну да, тут ведет именно битва только за позиции. Вот как мы говорили немного ранее. То есть, конкретную локацию выбили, все нормально. Потом прошли дальше, следующую выбили. А вот... Ну, на самом деле, вот за всю игру на Дасте я не видел как бы ничего нового. То есть, обе команды более-менее играют там по дефолту. Опять же, просто повторюсь, кто кого перестреляет. Пока МИД, в принципе, это более удается команде МИД. То есть, МИД. Ох, куда-то я улетел. Немного далеко. Ну, вот вроде бы я вернулся. Ну, вот сейчас, кажется, да, все видно у нас, что происходит. Стоит бомба. Яхель делает еще два фрага. Ну, и Вудика тут нашли. Да, Вудика убивает последним. 7-2 счет. Что-то, что-то вот... Я хочу покричать. Я хочу интригу. Давайте, Вудик, делай минус 5. И все будет хорошо. Или даже минус 6. Ну, можно еще и своих за компанию покрошить. Я ему даже это прощу. На рекорд. Лишь бы они раунд взяли. Да, какой рекорд там? Минус там... Вот мне понравился Xist. Последний раунд решающий против Fnatic, против МТВ. Тут просто эко пока ничего интересного нет. Минус 3 уже. Ну, это эко-раунд. Это такое дело. Вот я еще раз просто хотел вспомнить про Xist и Fnatic МТВ в финале. Когда он в решающем последнем раунде с деглом вылетел. Там убил двух чужих. Убил Карна за компанию. То есть там Карн где-то... Он как-то перепрыгивал. Да, да. Стретался на шестой. Он там пытался как-то спрятаться от Xist, но Xist его и там нашел. Он на движении стрелял. Да, да, да. У него датчик движения. То есть убивал все, что шевелится. Вот Карн пошевелился, то есть допустил фатальную ошибку и Xist его покарал за это. Но тем не менее тогда Xist затащил раунд. Вот он оставался. Дигл, я помню, хорошо против Успа. Да, да, да. Он там очень четко остался. И ХП там было очень мало. Причем обоих. Да, на самом деле у Успа было 100 ХП. А вот у Xist там, ну, он красный, по-моему. Ну, очень-очень мало было. Ладно, у нас тут пока что продолжение идет студенческой лиги. Финал студенческой лиги. Вторая карта. На первой карте одержали победу ребята из команды МИДС. А еще там, не помню, 16-2 или 16-3. Что-то такое. 2-2, 16-2 все-таки мне говорят. Ну и сейчас у нас вот счет 8-2. Надеюсь, 16-2 очередного не будет. Пока что вот ПВ очень неплохо таки смотрит. Смотрит. Да, позиции в принципе неплохие. Вот не получается их пока что реализовать. Вот что самое печальное из этого всего. На самом деле просто команде Super Best Friends надо как-то забыть о первой карте. Собраться, настроиться и давать по головам. Да, вот Джаз сейчас промахивается с АВП. Еще раз промахивается. Но это тоже немного неприятно. Но тем не менее продолжает вот агрызаться, играть агрессивно. Отлично. Есть первый минус уже. Хорошо, распочинились. Уже нормально. Минус еще от ПВ. Там где-то на двойке-то воевал. О, хорошо. Приняли и просто буквально в считанные секунды взяли этот раунд. 8-3. Без потерь сыграли сейчас Super Best Friends. Причем очень важно, что без потерь. Потому что у них сейчас вот каждый девайс был на счету. И вот этот раунд... Ну это плюс для экономики, конечно. Да, да. Огромнейший плюс. Не потеряли ни одного кольта. Там ФАМАС, АВП. В общем, просто круто все для них сейчас сложилось. Счет 8-3. Еще все не так страшно. Еще можно тащить и тащить. Еще 5 раундов осталось играть. Нет, не 5. 4. 4 раунда, да. Прошу прощения. Первой стороны. Первой стороны. Первой стороны не будем забывать. Ну тут вот такой зыркнул, мол, есть кто. Вот очень-очень опасно так делать на самом деле. И чуть не поплатился сейчас Джек вот за этот прошив очень агрессивный. Что его там принимали. Вот уже бочину у него тоже там топил парень. Джаз такой тоже из-за угла. Минус ромчик. Вот как в Call of Duty буквально так. Мол, оп, из-за текстурки. Такой в глаз засадил пулю из АВП. И нормально. И спрятался обратно. Ну и теперь в меньшинстве атака. Ну для атаки это не так страшно. Могут в конце концов выйти толпой на А или на Б. И на этом все закончится. А вот то, что Диффенс пока что играет без потерь, это безусловно огромный плюс. Ну вот сейчас... В такой ситуации, мне кажется, просто важным собрать максимум инфы по карте. И уже от этой инфы отталкиваться. Да, конечно. Вот сейчас я слышал эту инфу, кстати. Глам делает первый минус. Отличная позиция у Джека. Топит. Не получается убить. Да, Глам тем временем... Я добил его. Глам справляется. Глам справляется. Джаз. Где вообще там Джаз у нас был? Ну и вот один в три остался флэш. Да, да. Всего лишь один в три. И вот-вот-вот. И уже его увидели. Ну, знают где он находится. Главное сейчас просто глупо на него не отдаться. Вот что самое важное. Да, все отлично. Смотри. Тем не менее, хладнокровно Вудик убивается. Первые улыбочки мелькают на лицах супер-бест-фрэндс. Но они вообще и так, ребята, позитивные. А вот сейчас, понятно, начали немного уже тащить. 8-4. Все хорошо. Экономику нормализировали. Потихонечку вгоняют противника в нехорошее положение. Хотя у противника все и так достаточно неплохо. Они ставили пленты очень часто. И денег, я думаю, там должно быть достаточно большое количество. Так что Диффенс еще стараться и стараться, скажем так. В принципе, Диффенс задачу минимуму старается выполнить. То есть набрать максимальное количество раундов за, в принципе, считаемую слабую сторону на карте Дедаст. А там поменяются сторонами. И посмотрим, посмотрим. Да, ну вот была инфа. Да, Вудику сказали, что, мол, там ребята с парой еще выходят. Вот главное сейчас, чтобы он не провтыкал. Да, увидел ствол. Есть минусы от Вудика. Павел, в те времена, разменял Джасов. ВВ тоже убивает. Да, Вудик погиб вообще не в тему. Ну и ПВ. ПВ, вот нельзя ему умирать. Вот это самое, кстати, главное сейчас. Да, Яхель, как четко вышел Яхель. Джек там немного, да, не успевал. И сейчас вот смотрим. Яхель четко подождал. Яхель просто, да, вышел и потушил. Ребят, главный последний с ВП. Ну, что тут. Один в три. Один в три. Ну, опять же, неправда на УНС сейчас. Не удалось вот эту десантную высадку пресечь. Девять четыре. Девять четыре. И просто какие хладнокровные выражения лиц. У мид. Максимально сосредоточные просто обе команды. Максимально пофигистичные, наверное, даже так можно сказать. Может быть и так. Что как-то они уж... Ха-ха-ха-ха. Так, слышу я тут уже возгласы. Наши публики, болельщиков. Да, болельщики? Ну, не болельщики, они так просто забежали пивка попить. А тут экшен. Да, да, да. Финал студенческой леди. Надо было приходить на школьников. Хотели экшена, а надо было приходить на школьников. Я еще раз говорю. Так, ладно, у нас тут не временем. Ах, вот не получается. Да, пропет. Первый минус на парочи, разменяли быстренько. Да, ну и остаются вдвоем уже ребята. ПВ, главное, только что забрали. И ПВ последний. Да, да, именно так. Вот, кажется, даже знают, где он находится. А может и не знают. Какая еще неизвестна. Тут такой рандом. Нет, все-таки догадывались. ПВ делает один минус. Ну, на этом его килинг спри, так сказать, заканчивается. Счет становится 10-4. И последний раунд первой половины, друзья. Последний раунд первой половины. Ну-ка, ну-ка. Что нам покажут-то? Супер Бест Френдс. Ну, вот сейчас они, да, играли всю эту половину встречи. И очень глубоко от Диптонса. Буквально пару раз мы видели, как Джаз поджимал. Как Джек там поджимал пару раз. Ну, и на этом все у нас ограничивалось. И не было вот этого агрессивной защиты. Как говорят, лучшая защита это нападение. Ну, им виднее. Им виднее. Вудик хороший капитан. В принципе, грамотно толкует вещи разные. Опытный игрок. Вот нас Джаз. Джаз так подло засиделся там. Да. Но дождался на самом деле. Ну, главное, что дождался. Вот его, как говорится, старания были вознаграждены. У нас остается Иван, Флэш и Фоллен против Глама, Вудика и Джаза. Ну, там у нас... Да, Вудик пытался как-то на хитрость сыграть. Но нет, не получилось. Фоллен. Два минуса. Да. Ну и Глам. Глам последний. Минус один. Минус два. Что он вообще сделал? Только что отличный прошив и остается он против Ивана. Да и как, ну, слепой был Глам только что. Да, понятно. Там я аж переживать стал. Один в один. Как напряженно Иван! Повесил отличный хедшот. Да, не простил. Казнил он сейчас все надежды команды Super Best Friends. Ну, там вот такой был этот момент, когда Глам выпрыгнул и вот уже... Он поймал флэшку лицом. Флэшка была просто... Там стрелял вслепую на самом деле. Я видел, видел эту флэшку. Я вот увидел, что Глам уже начал стрелять не в ту сторону. Посмотрел в сторону экрана, ну, плазмой. И увидел, что там просто белая, там, как фонарь. Приблизительно туда же, но... О, Orange Box. А я раньше эту штуку не замечал. Откуда она здесь взялась? Откуда здесь взялся Orange Box? Что это вообще такое? Ладно. Так, счет у нас... Какой там? 11-4. Судя по всему, у нас итоговый счет первой половины встречи. Ребята поменялись сторонами. Вторая половина уже началась. Super Best Friends атакуют. Эх, атакуют. И сейчас посмотрим, насколько же их атака все-таки хороша. Вот он. Вот он момент истины. Виден первый дым. Отличный первый минус от флэша. Заливают флэшу. Иван еще помогает ему. Иван минус 2 делает. Да что же это вообще происходит? Вовремя еще успевает. Фоллэн, Денис, Яхель. Все-все срываются. Но, тем не менее, пока плент лежит. И 1-3 остается вудик. Но... Все, все. Как четко вообще сыграли. Ну вот, отлично приняли центр, ребята, из команды МИД. Первый хороший был минус за флэшем. Нет, за флэшем. Флэш там смотрел. Да-да-да. И Яхель, собственно, прикрыл его уже непосредственно с точки B. 1-0 и 12-4. И снова я. Это же он. Хочу напомнить вам о втором раунде за контров. Но тут немного не все так, как я думал. Ну, тут просто масс-выход. Ребята решили просто слить для того, чтобы взять АКМ в третьем и начать, как бы, улучшать свою ситуацию. Не тянуть кота за орган, да, то есть. Начинать брать раунды сразу, вот прямо сейчас. Все. Я думаю, сейчас, вот сейчас уже, да, действительно наступает та стадия, когда отдавать раунды просто нельзя. Абсолютно нельзя, потому что счет у нас уже 13. 13-4. Просто некуда, я так тебе скажу, что любой удачный поджим за КТ либо еще какая-то фишка, ну, фишковый раунд, либо просто АВП где-то настреляет и все. Ну, шансов на ошибки больше нету вообще. Да, вот первый минус. Еще отлично сделал два минуса Джек. Хорошая возможность для взятия раунда. Деннис тем временем поджимал будку. Ничего у него из этого не вышло. Размен один в один. Так что не самый страшный исход для атаки. Остается Яхель и Фоллен против четверых. Бомба на руках, бомба сейчас поставится и все. То есть осталось дело за малым. Вот осталось дело просто не умереть, скажем так. Глам погиб, но вот Вудик все-таки отомстил. Яхель зря отдался, конечно. Два девайса было бы гораздо перспективнее за сэви. Тем более есть Девайс Икс, так сказать. Ну да, да, да. Но Девайс Икс это очень опасная такая вещица. С нее можно решить вообще исход раунда. В некоторых ситуациях с АЛП можно даже решить исход игры целой. На таких картах, как Де Даст или Де Трейн. Да, да, да. Конечно, безусловно. На Трейне не будем забывать, что Трейн это, наверное, самая требующая, серьезная АВП карта. Самая снайперская. Самая снайперская карта. И там порой такие нешуточные битвы АВПшников. Тем более, когда встречаются топовые команды. Там ДСН, Маркелов, там Фрод. То есть это все. Марик вообще жжет. Ну, Марик, я не знаю, у него как чуйка, откуда вылезет парень. То есть он просто навел прицел, парень вышел, убил. То есть все. Нет, это не чуйка. На самом деле, очень давно на Годфраге была видеокнига такая от Фрода. И Марик по ней учился играть именно на Трейне с АЛП. Поэтому показаны абсолютно все фишки и практически все тайминги. Смотри, вот он, вот он. Преизошел своего учителя, Марик. На все стоя, так скажу, что Фрод сейчас нервно курит в коридоре. Да, я с тобой полностью согласен. Тут у нас тем временем Джек, в принципе, неплохо сыграл в Т-шке. Сделал один минус. И сейчас вот главное, главное не растерять это преимущество. Я знаю, почему проигрывают ребята из Супер Бест Фрэнс. Присмотрись к никнейму Джека. Супер Бессер Фрэнс. Бессер. Бессер Фрэнс. Что за Бессер Фрэнс? Вот он, вот он подвох. Вот он подвох, да. Действительно. Вот мы нашли, в чем все-таки проблема этой команды. Неправильная надпись на никнейме. И вот все. Исход игры. И все раунды к черту, я так скажу. Все тренировки тоже. Да, все, все. Мораль в ноль. Ну, пока что, пока что, вроде бы ребята берут этот раунд. Должны, по крайней мере, брать. Точнее, должны его не отдать, скажем так. Флэш минус. Вот Яхель. Яхель мне все время внушает какую-то опаску. Потому что он, с чем бы он ни был, все равно может наделать дел. Но вот сейчас этого не произошло. Остается последний Флэн. И это еще один раунд. 2-2. И это сколько у нас там получается? 13-6. У нас итоговый счет. Ну-ка, ну-ка. Блин, 7 раундов разницы. Это, в принципе, много. Но, с другой стороны, еще 4 раунда нужно взять. Точнее, 3 раунда нужно взять команде оппонентов. Жаль, конечно, что Флэн потерял ОВП. Оно сейчас очень могло как бы понадобиться команде. Но не смог он его засейвить. Ребята из Супер Бест Фрэнс не дали просто это сделать. Ну да, кстати. Ох, там неплохая такая флэшка. Залетела очень неплохо таки по таймингу. Ну и да. Тут флэш-то все дело прекрасное видит. Пытается там откидаться. С горем попал. Иван выпал из двери. То есть попытка внедриться не получилась. Это как в фильмах все время показывают эти смешные моменты. Там, знаешь, зашел такой... Он не выпал, его выкинули просто. Да, выпунули. Ну и все. Глам, Глам не простил Вудика. Может, он ему денег должен. Я не знаю. Ну пока что, пока что в меньшинстве по-прежнему защита. Несмотря на этот тимкил, защита у нас вынуждена втроем пока что играть. Понятное дело, что они будут стараться играть более экономно, скажем так. И команда Super Best Friends сейчас будет просто рыскать по всей карте в поисках своих противников. Для того, чтобы отжать, отжать девайс. В поисках мяса. В поисках мяса, да. Вот сейчас можно это сказать смело. В поисках мяса. Свежего. Свежего. Вот, нашел, но не далось. Слишком кусачее мясо попалось. Что? 3-2. Во второй половине Super Best Friends вышли вперед. Вот, но по итогам всего матча у них пока что всего лишь 7 раундов. Несмотря на то, что уже вторая сторона и она подходит ближе к середине, я вам еще скажу так, что здесь вся игра еще впереди, ребята. Все самое интересное только в будущем. Вот я все время тут сижу и понимаю, что я чего-то не знаю. Что вот все вокруг меня в курсе по поводу хода игры. Все время подойдет вилат, что-то ляпнет. Так и происходит. Нет, на самом деле, здесь все просто. Потому что у команды Best Friends сейчас есть экономика, на самом деле, достаточно неплохая. А команде mid нужно более аккуратно играть. Они сейчас будут более скованы. Потому что, ну, как бы им нужно делать первые минуса. Они вот то, что происходит на данный момент. Да, ты посмотри, отличное начало. Fallen зажимает, но нет, его быстро разменивают. И остается два игрока всего лишь. Ну, вот у Денниза позиция, в принципе, неплохая. Ну, вот с FAMAS'ом особо тут не постреляешься. Хотя, блин, сколько он там вообще втопил этих берстов, я даже не знаю. И гренка вроде неплохая прилетела. Но все равно, все равно не лучше, не лучше. Расклад далеко. Скажем так, не лучший aim. С берста, с FAMAS'а. Ну, вот он там в пузо натопил очень уверенно. Там, да, там два берста точно вошло вот так в корпус. Но, тем не менее, убойная сила FAMAS'а оставляет желать лучшего. И, как результат, у нас вот остается последний флэш. Один в три. Бомба стоит, само собой. И сейчас опять, опять в поисках мяса команда Super Best Friends. Флэш пытается надавить на педаль. Кажется, у него это получается. Но вот сейчас все равно, рано или поздно его догонят. И придется отбиваться. Вот это стандартная практически позиция для сейва. Есть один минус. Опять находит мясо, но она дает сдачи. Да, да, да. Сопротивляется. Сопротивляется кусачее мясо. Бомба уже очень сильно пищит. Тем самым, как бы он делает очень плюсовые решения. Ну, плюсовые киллы для своей команды. Потому что он тоже немного портит экономику атаки. Да, да, да. Это немаловажно. Просто через 5-6 раундов они, ну, как бы увидят свои мани. И, как бы, поймут, что у них не хватает там на один бай, либо на один-два девайса. Да, такие ситуации встречаются, в принципе, весьма часто. Просто никто над этим не задумывается. Я тоже об этом думал, что вот даже там на сейвах делать эти минуса, в принципе, бывает весьма-весьма важно. Несмотря на то, что ты проиграл раунд, но все равно ты сделал там минус 3 500 или что-то типа в этом духе. Это решает, в конечном итоге это решает, потому что в начале игры, да, в начале стороны это, может быть, не так видно. Не так видно, да, да. По итогу, когда у тебя остается мало денег, тебе нужно брать раунды, ты замечаешь, что вот, а зачем я там отдался, а ты там отдался. У нас бы сейчас был фулл бай и больше шансов на взятие раунда. Да, да, и порой вот как раз, да, уже ближе к концу, ближе к самым ключевым раундам, когда счет уже очень плотный, когда вот каждый-каждый раунд просто на вес золота. Вот такие ошибки и вытекают уже, эх, в такие негативные свойства. Ну что ж, у нас пока что, какой там у нас счет уже? 5-2 сейчас будет. 5-2 второй половине, и это значит, что 9, слушай, это уже 9, это уже неплохо. 9-13, 4 раунда разрыва, это не так уж и много. Это то, о чем я тебе говорил, что здесь еще все впереди. Сейчас очень важный раунд будет для команды МИД на самом деле, потому что если они его не берут, супер-бестфрендс их начнут догонять, как бы, а с экономикой дела абсолютно не улучшаются. Да, да, и причем, о, еще и Half-Life табличка. Слушай, круто, где они взялись? Это мы пиарим Half-Life. Вальве. Вальве. Вальве доту делает, я не знаю, столько было шума по поводу той доты, но что-то как-то все утихло. Я думаю, когда мы посмотрим на эту доту, уже можно будет делать какие-либо выводы. А говорить о том, что это будет плохая дота, либо хорошая, я думаю, люди, которые там сидят и занимаются этими вещами, они лучше знают нас. Ну, да, да, там статистика, куча цифр, в общем, все очевидно. Так, ладно, у нас, смотрите, у нас тут будет сейчас очень интересный такой момент, вот этот именно момент, пытается спрыгнуть вниз, Джек не получается, у него это сделает. Я так скажу, это очень важный минус для ребят, потому что они в плюсе, они примерно знают, где находится атака. И вот знали, где находится второй ПВ, Вудик по фрагу, что это вообще произошло. А в это время уже по парапету прошла атака, посмотри, как четко. Три в три. По таймингу, да, и сейчас... Сейчас решает тимплей, на самом деле, а не стрельба. Да, вот флэш четко очень вышел, кажется, догадывался он про местоположение противника. Остается у нас Джаз и Глам вдвоем. Честно, боюсь, да, я так и думал. Только хотел сказать, что этот раунд останется за КТ. Ну, там, я не знаю, что произошло, флэшки, которых мы не видели. Да, две моментальные флэши в ЗИ, как бы ребята ослепли, один убежал на двойку, с которой его было видно с длины, другой просто уперся в стену, ну и дальше просто дело техники. Ну, да, слушай, неплохо таки взяли, вот сейчас как-то видно, уже более собрано стали играть. Несмотря на то, что неприятно там разменялись, да, на длине, вот этот небольшой провал с тем, что отдали плент, но потом собрались кучно и продавили. Тимплейно вместе под флэшки реализовали свое преимущество, в принципе. Они как бы знали, где энермии и что им нужно сделать. У них как бы все получилось. Да, да. Так, что у нас? Три, пять. Так, три, это уже четырнадцать. Слушай, два раунда всего-то осталось в команде мид. Два раунда. Тем временем сбрили, сбрили флэша, причем просто сбрили. Ворвался туда Джек и Глам и снесли противника. Под флэшку выходил в мид, достаточно юзабельная тема вообще на этой карте. Ее можно делать каждый раунд. Ну, как бы, это даже не 50 на 50, ты более в плюсе, как бы, если ты это делаешь часто. Ты чекаешь мид, откуда его держат, и, как бы, очень часто ты будешь там просто находить фраг. Ну, там действительно, мид, выходить под флэшку, очень матерая тема. И, как уже на коле только что говорил, очень юзабельная, хорошо-таки. Так, ладно, смотрим. Сейчас будет очень интересная ситуация. На самом деле, ребята готовят свой выход. Да, да, первый минус от Джаса. Фоллэн, он на рекламе, кажется, находился Фоллэн в это время. Ну, и вот-вот от этого парня все зависит. Практически, что произошло, откуда граната, я не знаю, что это было. Честно сказать, я не думаю, что этот фраг как-то сильно бы порешал. Убил бы максимум одного, ну, может быть, двоих, может быть. Ну, может быть, да. Может, и двоих бы и убил, но вот, тем не менее, сразу же его буквально заметили. Я не знаю, откуда у него граната в руках взялась. Я думаю, это просто бинт либо на скролл, либо на какую-то кнопку на мышке, которая была... Мисклик. Ну, может быть, может быть. Просто там как-то нажал очень быстро, и оно, собственно говоря, клацнулось. Лично у меня такое случается. 10.14. У меня такое вечно в квеке происходит, поэтому я все неюзабельные кнопки, я их просто анбиндил. Вместо рейла шутган, да? Да, да, да. На дальней дистанции. На дальней дистанции, там, дробинкой. Питю. И пойдет. Ну, что, у кулера, наоборот, у него вот юзабельно вот это, ну, use item разное. У него на колесике стоит, он все время, когда там нервничает или просто фигней страдает, бегает и вечно скролл крутит. Даже на стримах все время слышно. Вообще, забавно все выглядело. Кулер еще тот персонаж. Да, да, очень забавный такой тип. Эмоциональный особо. Очень эмоциональный. Хотя, когда он выиграл титул, у него вообще лицо такое, как будто он не понял, что с ним произошло. Я просто с ним это очень много раз происходило, поэтому, я думаю, ну, мы не увидели особо каких-то эмоций, радости, потому что он очень много выиграл титулов, турниров. Я его очень давно знаю, он очень хорошо на одном и том же уровне играет в квейк. Насколько я вообще знаю, как бы кулер три дня тренировался до ЕМа и выиграл его. Да уж, очень четко. Я после игры в группе против Сайфера, кулер versus Сайфер, я абсолютно не стал на кулер, я просто думал, что там максимум топ-6. А в итоге блестящий полуфинал и более блистательный финал, ну, просто супер. Я давно не видел такого красивого квейка. Тем временем... Тем временем. А тем временем у нас тут война. Какой партизан тут, Яхель. Ну, там очень важный момент, там на парапете парень очень неплохо отстрелил. То есть, вот, да, вот видно то, что тут у нас... Ну, вот сейчас, да, флэш погибает на парапете и сейчас практически уже все шансы на взятие этого раунда испаряются потихоньку. Потому что если с поджимом Спарыча еще что-то могло бы выйти, то сейчас шансов практически не остается. Я скажу так, что уже нужно что-то решать, контрам. Не играть от стандарта, потому что стандарт у них вообще абсолютно дефолт, скажем так, не получается. Им нужно что-то придумывать. Я не знаю, может быть, попробовать АВП, попробовать, может быть, какой-то поджим. Потому что, ну, три в зиге, либо три от длины у них не получается. Это видно просто. Да, ну что ж, седьмой раунд для команды Супер Бест Фрэнс. Это 11-14. Это три раунда всего лишь разрыва. Ё-моё, кто мог подумать? В который раз за сегодняшний день попахивает камбэком? Да, попахивает камбэком. Обычно после этой фразы у нас все время проходило что-то невероятное. Мы когда играли, у нас кто-то говорил, попахивает камбэком, и все, и начинали тащить. Да. Так, ну не, ну ситуации там просто были действительно такие еще. Там не можно было тащить, а не какие-то нереальные. Яхель, хороший поджим, но как неудачно зажал. Тайминг отличный, но вот немного перенервничал, мне кажется, просто в этой ситуации. Нужно было холоднокровно дать бёрдс одному, и потом просто заспреить второго. Ну, нервы, нервы. Что-то в этом духе, да-да. Бывает. Ну вот флэш вроде бы неплохо ворвался. Там пв прошел одного, прошел второго. Да-да. Просто два отличных хэдшота. Двенадцатый раунд для команды Супер Бест Фрэндс. Он сам удивлен с того, что он поставил. Было видно абсолютно сейчас ясно по выражению его лица. Но он на испрак. Ну так отлично. Так, ладно. Как только мы заговорили о невероятном, сразу происходят какие-то чудеса. Просто через ворота, два хэс. Да, и в принципе очень неплохие шансы сейчас для команды Супер Бест Фрэндс, чтобы сделать этот камбэк. Нужный, отличный выход. Быстрее, немного, буквально на секунду вышли именно террористы на длину. И тем самым обеспечили себе вот это преимущество. Ну что ж. Я тебе больше скажу, что на данный момент команда Супер Бест Фрэндс имеет преимущество уже на этой карте. Несмотря на то, что они проиграли. Да, инициатива у них. В счете инициатива полностью в их руках. И им просто нужно делать то, что они делали до этого. И у них получается. Ты посмотри, Флэш и Иван остаются вдвоем. Чую, пойду домой я поздно. Ну только Флэш еще продолжает немного огрызаться. 1 в 4 он остается. Да, понятно, в общем. Да уж. 12. Или сколько? 11 в 4. Это 13. Это 13-й раунд. 13, да. 11 в 4 это 14. 13! Сейчас мы, возможно, увидим ничью уже в этом матче. 1 раунд разницы. Всего-то ничего. Да уж, диффенсу нужно нереально сейчас собраться. Всю свою волю в кулак. Весь свой там АИМ, тимплей. Что там еще можно собрать. Я не знаю. Нужно просто сделать что-то нестандартное. Вот просто нестандартное. Не то, чего ждут абсолютно все. Сейчас идет абсолютно такая рутинная, обыкновенная игра на Даст С2, в которую умеет играть та же школьная лига, не хуже. Действительно. Сейчас нужно что-то придумывать. Сейчас время фишек. Потому что та команда, которая проявит инициативу первой, она выиграет. Потому что действительно нежданщики, они всегда преподносили именно тот фактор неожиданности, тот первый выстрел, первый спрей, неожиданная позиция. То есть переигровка противника это всегда ключевой фактор. И если действительно враг не ожидает того, что ты хочешь сделать, то он никак не будет к этому готов. Неожиданность это очень хорошее оружие, на самом деле, тем более в Counter-Strike. Вообще это одно из самых главных оружий в Counter-Strike. Это неожиданность. Да, умение удивлять всегда, наверное, оценилось. Но тем временем у нас тут 2 в 4. И это ничья фактически. Да. Да, это ничья. Сейчас вот Джек делает еще один минус, посмотри. 14-14. Да, 14-14. Вот оно, вот оно. И вот сейчас уже, если не возьмут этот раунд игроки Диффенса, то это практически ГГ. Практически да. Потому что экономика там, ну, мягко говоря, не самая лучшая. Там ее просто нет. Ну, это как бы должно быть понятно всем, потому что на нас никто не наезжал. В данной ситуации, я думаю, доездов быть не может, потому что абсолютно понятно вообще. Смотри, что сделал Яхель. Вот только-только сейчас умудрились разменять двух игроков. В 3 в 3 ситуация, но… Очень-очень-очень важно сейчас вообще понять, где эннами, куда они, что собираются делать. Да-да. Важно сейчас для атаки в первую очередь понять, что же на уме все-таки у защиты. Будут ли они играть концентрированно какой-то источник или же все-таки рассредоточено по пленту. Ну, точнее, по карте. А вот для диффенса уже совсем другая тема. Важно сыграть на чеке и потом действовать вместе при убивании. Ну, как бы желательно еще разменять при заходе кого-то. Вот. Иван вообще молодец. Прочекал длину, дал инфу. Найс. На самом деле это хорошо. Отлично сыграл. Даже без размена какого-то по хп. То есть все отлично для него закончилось. Да, действительно, инфа сейчас тут для защиты решает очень-очень много. Конечно, особо открыто тут не поиграешь. Никаких поджимов тоже не поделаешь. Но все равно надо слушать. Надо собирать информацию по крупицам. Отличный минус от Денниза. Еще не получилось немного дожать. Вудиков разменял сразу же. Ну, 2 в 2 остаются. 2 в 2. Да, вот это не очень, конечно, приятно. Но я думаю, как-то разберутся. Промахивается Джаз. И Иван. Очень важный минус от Ивана. Остается Вудик. 1 в 2. Кто это? На длине покажи мне. Контр-флэш. Немного растерянно он действовал. Вудик отлично сыграл. Но время закончилось. Это 15-й раунд. Фух. Ну, я не знаю, как это можно назвать. Ну, вроде бы да. Ставить пакет было тоже немного, наверное, не то, что попрометчиво. В любой момент мог выбежать игрок диффенса с одной стороны. Но, с другой стороны, Вудик, я думаю, догадывался, где находится противник. Ты знаешь, да. В том-то и дело, что на месте Вудика я бы однозначно ставил пакет и просто разруливал бы ситуацию 2 в 1. Ну, как бы это было единственное вообще решение, единственным правильным выходом. Потому что, как бы, с того места, где он находился, очень легко взять раунд одному против двоих. Когда контры поднимаются по спуску, тебе с акеймом очень легко их отстреливать, на самом деле. Ну, вот имеем то, что имеем. И сейчас отличный шанс для команды МИД закончить эту встречу и стать, собственно говоря, победителями. У них уже, собственно, чемперший поинт, если так можно выразиться. Единственный пока. Единственный пока что. Очень обидно, что раунд они начали в меньшинстве. Я так понимаю, что это было дуэль овыперов вообще. Немного мы упустили этот момент, но ничего страшного. Да-да-да. И вот сейчас была инфа. Ну, зажимает флэш, делает один минус. Сразу же его разменивает Джаз. Хороший поджим от Ивана. Как вообще последние пули засчитало-то? И чуть-чуть буквально еще потрясающе. Вообще хорош. Два отличных минуса было сделано Иваном. Глам тем временем тоже не прощает. Делает отличные фраги. И Терреберуты до 15-15. Это допы, которые у нас сегодня. Это допы. Это допы. Вот вроде бы, да, Надежда потихоньку умирала. Сначала карты ДАС-2, а потом... Потом Супер Бест Френд зажгли. Вспомни, что я сказал, что все еще впереди. Да, я тебе еще раз говорю, ты что-то знаешь. Все, пошли у нас рестарты. Ну что, друзья? Поддержим команды. Поддержим команды. Да-да-да. Похлопайте, не стесняйтесь. Что вы как, я не знаю, как неродные. Вот-вот-вот. Ребята нуждаются очень сильно в вашей поддержке. Потому что так все вытащить до допов. Да, там вообще фейспаун, там рука лицо у кого-то. Ну это дело так житейское. Со всеми случалось. Еще не раз случится. Что мне радует, что мы наконец-то на Дасте видим более или менее что-то похожее на финал. Да-да-да. Отличные фраги, есть заходы, есть разные ситуации. Там 2 в 2, 3 в 3, 1 в 1. В общем, интересно смотреть, я думаю. Да, конечно-конечно. Не какой-то там унылый КС, который зачастую бывает на аматорских турнирах. А вот действительно достойная. Ровная борьба, отличный выход на точку Б от команды МИД. Только Джек тут еще старается немного огрызаться. Глам не успел занять вовремя позицию. Его под флешку очень неплохо таки сбрили. Ну и теперь 4 в 4. Знаешь, у меня как будто такое ощущение, что команда МИД как будто знала, что Б занимать не будут. Потому что они просто прорашили. Я думаю, конечно, что это на фарт просто, но они могли умереть там вместе все в одном туннеле. Да-да. И не иметь никаких шансов вообще на какую-то перспективу. Ну там было, да, вот этот вот АВП Глама немного не в тему. И не успел он немного занять позицию. Ну вот сейчас мы видим, да, МИД делает 3 фрага. Ну и, соответственно, последний Вудик немного пытался посопротивляться. Но, тем не менее, первый раунд уходит в пользу команды МИД. Мне хочется добавить, что Аркадий ДиБ, как бы говоря на языке покеристов, это вообще полный коинфлип 50 на 50. Ни больше, ни меньше просто. Либо ты умер, никуда не зайдя, либо ты все-таки выиграл. Да-да-да, потому что там очень маленький проход, очень узкий. И буквально там греночка и хороший спрей, то есть и все, минус команды. Там просто можно, ну, тебя могут двоих-троих человек вообще тиммейтов прошить просто через стену. И все, на этом все заканчивается. Когда ты смотришь уже на свои ХП там 20, 40, 50, ты понимаешь, что уже стремно выходить. Стремненько. Уже инициатива как-то, да, немного угасает. Ну а у нас тут продолжение. Первый минус был от Глама. Вот АВП. АВП используют ребята из команды Super Best Friends. Главное, у нас был на Б, хорошо там отстрелил. Чего, кстати, не хватает команде МИД. Да-да-да. Хорошего снайпера. Стабильно хорошего. Ну, чтобы это был один-единственный человек, который будет брать это АВП и ходить только с ним. Чекать большинство точек на Дасте за атаку очень легко с АВП. Потому что как бы один выстрел, мне нужно не спрейить, не эймиться. Ну, как бы эйм, да, есть, но ты в основном выходишь с прицелом на ту точку, где ты ожидаешь энами. Так, ну вот сейчас тоже очень важный момент. Да, видел, видел, я слышал эту инфу, что был на Б. Джек еще делал, кстати, один фраг. Остается Деннис, Иван и Флэш. Как ты думаешь вообще, первыми, одними допами закончится все сегодня у нас или нет? Я, честно говоря, сомневаюсь, потому что вот тут видно уже, команды полностью включились в игру и вот поймали, поймали этот настрой. И вот Супер Бест Фрэндс немного гусей подсобрали, там не знаю, как это еще можно назвать. Булки, булки подсобрали наконец-то. Да-да-да. Мы теперь видим именно ту игру, в которой они играли на протяжении всего чемпионата. Да, ну тут смотри, 3 в 2 ситуация, ставится плент и сейчас вынужден уже выбивать пакет ребята из Супер Бест Фрэндс. Ну а тут остается у нас Деннис и Флэш двоем. Честно-честно, не самая плохая ситуация для атаки. Посмотри, что это было, да уж. Посмотрите на этого парня Флэш. Флэш просто вышел из тэшки и затопил трех парней. То есть, ну вот на этом все и закончилось. Да, вот сколько я не играю, всегда тяжело Б выбивать, даже если ты в плюсе. Ну, вот, ну всегда. Да, поэтому, знаешь, вот я имею такую фишку, с ней уже очень давно все смеются. Не то, что смеются, а стебут немного. Я все время выхожу, хожу выбивать Б именно с тэшки. Такой самый широкий, самый маневренный, наверное, проход. Да, я иду с самого Респа и всегда зачекиваю там полностью всю тэшку. Как бы, ну, мы имеем больше информации, всегда имели больше, как бы, потому что я знаю, сколько людей в тэшке встречает меня, кто-то не встречает. Я могу его отвлечь. Ребята будут знать, что с туннеля их никто не убьет. Им нужно смотреть гораздо меньше позиций, чекать. Ну да, да, да. А тут было сыграно абсолютно все однообразно в проем ворота. Так, ну пока ты посмотри, просто Fallen пронесся. Вот вихрем по парапету. Сдул двух игроков, если не трех. Раз, два, двух все-таки. Просто ребята из команды МИД просто начинают по очереди зажигать. Да, да, да. Минус три. Действительно, очень неплохо сейчас себя показываю. Джек остается у нас последний. Вот он, он. Очень неплохо, кстати, пытается. Слушай, один в два. Ну, как бы шансы, да, шансы всегда есть. Сейчас пытался я кого-то на халявку отжать, но... Понятное дело, тут просто так никто не отдастся. Ах, если бы убил, все было. Нужно догонять, нужно догонять таких ребят. Ну, да, да, потому что, понятное дело, если он убегает, значит... Нет, просто денег у атаки много, а контрам они сейчас, ну, более важны. Да, да, три с половиной, ну, три сто за кольт, плюс армор это четыре сто. Там патроны, гранаты, короче, около пятик на все дело уходят. Пять пятьсот, да, вообще стоит бай, да, ну так. У него не было бая на пять пятьсот, но на четыре с половиной был точно, поэтому это очень важно было, как бы, вообще, каждый раз важно догонять и убивать таких людей, тем более, как бы, не нужно никого искать, он здесь, прямо рядом, просто нужно вместе это сделать. Да, тем более, что он все равно уже в вашу пользу, и вам денег придет побольше, чем ребятам из противоположной команды. Так, ладно, у нас тут тем временем была встреча на длине, ПВ убил Денниса. А вот тут у нас другое немного противостояние. Мне интересно посмотреть, кто тут... А, уча... Крадется. Ага, подкрадун. Но его ждут. А тут все друг друга ждут, на самом деле. Игра такая. Игра такая, да, то есть, все сидят, все ждут, когда же кто-то выйдет. Тут вообще иногда бывают такие забавные моменты, когда там два типа с одним ящиком с двух сторон сидят, ждут, кого же нервы сдадут. А сегодня был очень прикольный момент на нюке, когда контр поджал терра, при поставленном планте именно в 10, и просто зашел в темную к нему за спину, тут крутится лево-право-право-право-лево, и не видит просто. Да, ну да, я понял этот момент, это было просто жестко. А тут не временем мид продолжает уверенно отстреливать головы игрокам команды Super Best Friends. Ну что, хотя вот ПВ, судя по всему, не собирается еще сдаваться. Да, я думаю, еще не стоит сдаваться. Да еще все впереди, как бы ТС-2, так-то. Три в три. Ну вот сейчас была небольшая у нас тут стычка в Тэшке. Ну смотри, как хорошо зашли, и немножечко буквально, да, затащили, затащили этот раунд 3-1. Я понял, вы уже хорошо отметили конец студенческой лиги. Невероятные новости принесла Сорока нам на хвосте, просто мы не будем их озвучивать. Из первых уст, так сказать. Ну, а что, круто? Слышать. Ребят, слышали, да? Ваши призовые в Папайе. А, это тот, который вот там возле индустриального, да, я так понимаю? Я понял. Узнаем такую тему. Так, все, успокаиваемся. Сейчас народ вихрем туда сразу. Папай рулит. Так, ладно, у нас тут первая машина, я так понимаю, ПВ, ну чуть-чуть буквально. Да, вот, да, еще вот, как говорил капитан моей команды бывшей, наука прострела неизучена и непостижима. То есть, с одной стороны, ты можешь находиться за тоненькой стеночкой и не убить пацана, в которой ты выпустишь всю обойму. Мы с всей науки просто жми. Да, да, то есть, а там уже как пропрет. Глам, глам, хорошо, хорошо, один в два. Я честно думаю, что шансов мало вообще. Но все бывает. Все бывает. Все ребята с тухоповы. Вот, посмотри, как у нас. Да, 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 ну вот сейчас у нас сделали мультикам, классная штучка, кстати. Сейчас показываю тот глам, вот он сидит самый первый, который сейчас подсвечивается белой какой-то штукой, не знаю. Но еще остальные два парня, вот. Тут железно контролится все. Ну, конечно, конечно. О, я багаюзер. Глэм немного не угадал просто. Сейчас я буду залазить на текстурку и смотреть. Так, все, переходят ребята 4-1. Счет первой половины допа в пользу команды Мид. Мид. Скажем так, что это на самом деле хороший счет на допах. Отличный счет. Да, очень часто бывает счет 3-2. На данный момент он 4-1. И как бы здесь все время у атаки будут деньги. Все время абсолютно. Ну, учитывая, да, еще эту ESL-овскую схему, 16к, то есть тут можно играть от баи практически до самого конца. Разве что, ну, если даже диффенс проигрывает 5 раундов подряд, у них дается огромное количество денег на последний раунд. То есть они все равно практически могут закупаться. Если не в полную силу, то там фамас, арморы, гранаты будут. Да, у тебя все время есть просто бай. Я считаю вообще сбалансированной этой системой, потому что тебе не нужно, как бы, когда 10 тысяч и 3 раунда, тогда тебе нужно 2 раунда играть девайсных. Если ты проиграешь там 0-2, то тебе нужно последний раунд играть без фулл бая. Здесь все более сбалансировано. У тебя есть на каждый раунд, у тебя есть как бы решение. Брать тебе АВП, либо брать кольты, как экономить свой бай. Но он всегда есть, как бы. Да, да, да. То есть там уже именно от, грубо говоря, менеджмента все зависит. Да, если играть через кучу АВКов, мы такое видели на трене, то, конечно, там, да, уже на 5 раунд немного не хватает. Ну, а по сути... Ой-ой-ой, что сделал? Полин! Да! Флэшка грамотная просто вылетела. Он там отвернулся очень тоже четко по таймингу. И сейчас Джаз и Вудик вдвоем остаются против четверых. Я не хочу забегать вперед, но я думаю, что это первый чемпионшип-поинт. Очень может быть. Следующий раунд будет первым чемпионшип-поинтом. Да, да, да. Пока ситуация скользкая, но... Ну, тем не менее. Ну, хотя тут АВП сейчас там нащелкает кого-то. Да, кстати, АВП... Тем более, Джазик с него, насколько смотрю на этом турнире, вообще на протяжении всего турнира, он достаточно неплохо с него попадает. Хорошо, удобно себя чувствует в любых ситуациях. В ближнем бою, в дальнем. Видишь? Да, да, да. Вот сейчас все прекрасно видно. Ну, вот... Скажи мне, где план? Вот, в чем вся соль раунда, да. Да, теперь тяжело будет очень, конечно. Да уж. Я, честно, не уследил за тем моментом, где лежит плен. Думал, что плен у ребят на руках. Но, да, ситуация очень и очень тяжелая. Что это было? Походу, не было патрона в автомате, скорее всего. Это первый чемпионшип-поинт. Да, это первый чемпионшип-поинт для команды МИД. Я так вижу, все уже такие в полурасслабленных тут позициях. Такие, все. На булках. Уставшие, да? Ну, ничего, ничего. Я думаю, сейчас Супер Бест Френдс еще дадут жару. Они могут. Они могут это сделать. Я в этом даже ни на секунду не сомневаюсь. У нас там был, кстати, очень интересный, да, вот этот момент. Иван поджал. Поджал Тэшку, сбрил Джека. Опять первый минус просто от контроля. Да, и вот немного неприятно. Сейчас меня интересует вот этот персонаж. Я скажу так, вот по-своему, вот это очень неприятно, потому что не тебе нужно разыгрывать преимущество, а тебя разыгрывают просто. Да посмотри, еще минус от Денниза. Еще минус от Денниза. Ребята, это 2 в 5. Да, это 2 в 5. Надо просто что-то невероятное сделать. Кто-то уже просто не выдержал и вышел из сервака. Я думаю, что рано опускать руки. Конечно, конечно. Вудик, Вудик затащит и скажет, вы что, обалдели сервака выходить? Я бы леща там дал на месте Вудика. Да, да, посмотри. Вот умирает Глам. Остается Вудик. 1 в 4. Там АВП, там вообще много всего. Хороший еще минус от Вудика. 3 в 1. Ну вот, судя, вся вам инфа, друзья. То есть все понятно, где кто находится. Вот тут надо было... Ох! Найс! Найс, найс! Галадин! Да, Fallen Иван против Вудика. Или даже Вудик против Fallen и Ивана. Абсолютная тишина, на самом деле. Тут лишние какие-либо комментарии. Все так очевидно. Да, конечно, и тут... И это победа! Да, это победа, друзья. Команда МИД одержала победу. Заняла первое место в студенческом кубке. В студенческой лиге города Киева. Ну, а SuperBestFriends поздравляем со вторым местом. Да, видно, что ребята немного расстроены. Хотя Глам всегда на позитиве, я вижу. Дал в знаки плохо сыгранный трейн. Будем откровенны с тобой, да. Да, трейн был, скажем... Отвратителен. Отвратителен, да. Отвратителен. Ну, что поделать. Ну, на Дасте посопротивлялись до последнего. И вот, в принципе, хорошо все вроде бы получилось. Но, тем не менее, сейчас у нас будет небольшая церемония награждения. Ребят. Так что, студенты, никуда не разбегайтесь. Сейчас мы вас...